Всем привет, друзья, подписчики и случайные зрители моего YouTube-канала. Я хочу поделиться с вами историей, которая произошла 18 февраля 2021 года. Я ехал на машине за рулем по Броварскому проспекту в сторону города Бровары. Время было приблизительно 16.50. Проехав метро Левобережное, с левой стороны я увидел сотрудников полиции, которые запрятали свою машину за большим сугробом снега и останавливали водителей. Я не смог проехать мимо. Я развернулся, заехал на улицу Шимановского, вышел из машины и подошел к сотрудникам полиции и начал вести видеосъемку. Заранее вас прошу досмотреть это видео до конца, распространить как можно больше аудитории, дабы все знали, кто такие сотрудники полиции и что они творят за наши деньги. Всем спасибо заранее. Субтитры сделал DimaTorzok Машинка правильно стоит. Не видно мигалок, кто едет оттуда. Главное, что они включены. Сугроб как раз сыграл на руку, да? Машинки не видно. А кого вы, за какое нарушение вы останавливаете? Не чуете, да? Я говорю, за какое нарушение вы останавливаете? С проезжей части водите. А, чуете уже? Это кричите. А, вы же показали, что не слышите. Я извиняюсь, а какая была причинка? Мы остановили, что на красный свет, но мы не проезжали на красный воде. Да? Ну тогда я тебя пройду, не трогайте меня руками. Я слышу нормально, я хочу пройти. Не надо меня чипать руками. А может я сейчас хочу присесть в машину и узнать, чего вы остановили людей. С проезжей части уйдите, пожалуйста. Я прохожу руки, только не распускать. Не бойся. В смысле не бойтесь? А что я вам сказал? Руки не распускать. Не бойся. Ты не трогал меня рукой? Руками не трогал меня? Не бойся. После этого я заснял еще похожих пару ситуаций и удалился в свое транспортное средство. Туда, куда я заехал, выехать можно было только одной стороной, двигаясь вперед. И когда я начал движение, я увидел этих сотрудников полиции. Ребята, два полицейских реально бросили машину и идут сейчас реально за мной. То есть это видно в зеркале заднего вида. Они оставили свое транспортное средство, служебное, и последовали за мной. То есть так им жестко не понравилось, что я это все фиксировал. В итоге я, чтобы развернуться и выехать, там даже если бы их не было, там все равно нужно было двигаться прямо и заезжать только на территорию частного какого-то предприятия. Я туда заехал и вышел из машины. После этого ко мне подошли эти сотрудники полиции и начали в грубой форме меня реально прессовать. То есть приближаться его лицо было просто вот, лезло на мое лицо, понимаете? Еще я говорю, вот просто вот так вот, не знаю, как бандюган какой-то. Документы, документы. Я был просто в шоке. То есть когда они ко мне подошли, я даже не был в машине. Они меня не остановили. Ихние действия я заснял на камеру. Я снимал и делал видеофиксацию. Но когда все это закончилось, я начал пересматривать, как, ну вот, с расчетом, что это мой козырь, именно вот как они себя неадекватно вели. Я не знаю, что произошло с GoPro, какой там режим включился, но видеосъемка там в течение 5 минут была в ускоренном варианте и без звука. Самое главное, когда они ко мне подошли, они вели себя неадекватно, они вели себя угрожающе в мой адрес. И я это понял, для чего они сделали. Они всячески хотели меня запугать. Они составили протокол на наркотичность пьянини. И сделали все, чтобы я с ними никуда не поехал. То есть они себя вели просто неадекватно. При этом они взяли, включили камеру, засняли меня, что я отказался с ними ехать. И, по-моему, двух или трех свидетелей. После этого они заставили меня написать расписку, что в течение суток я не сяду за руль. И иначе будет эвакуатор забирать машину. В итоге я написал эту расписку, позвонил любимой, и она меня забрала. И мы вместе поехали в лабораторию сдавать за свои деньги анализы. Я с ними не поехал. Анализ мочи можно сдать? Подождите. На наркотичность пьянини, тут. Вы вот это вот совершаете ошибки, если через 10 человек за ночь. И видите, все равно. Скажите, пожалуйста, куда надо ехать, чтобы сдать мочу на наркотичность? Не на алкогольное, а наркотичность пьянини. Документы есть? Да. 750 гривен. 750 гривен? Да. Если бы меня сотрудники полиции привезли, то тоже 750 гривен? Да. Это государственное, да, учреждение? Вот это две питанцы оплачиваете на 349 гривен 20 копеек и 372 гривен 10 копеек. О, спасибо большое. Спасибо, да. Это называется инвестиции. Это правильно. Это Россия называется. Инвестиции в государство. Чтобы в тепле, в добре... На завершение этого ролика я хочу добавить, что я сдал... Я прошел мой догляд, я сдал мочу на стан наркотичного опьянения. Значит... Результаты будут готовы 24-го. Значит, в пятницу, на следующий день я поехал за оригиналом, потому что копия... Вот, смотрите, копия протокола, она... Тут ничего, ни фамилии сотрудников, ничего вообще не видно. Только видно, что я писал, что я не погоджусь с их подозрой. С подозрой полицейских не сгоден. И я вчера, эта пятница была, ездил в полицейский участок на Севастопольскую площадь, чтобы получить оригинал протокола. На что мне сотрудники, сотрудница сказала, что не привезли еще, не сдали протоколы с левого берега. Продолжение следует.